Всем здарова ребята, сегодня я продолжаю рубрику лазанья по мусоркам, в надежде найти что-то стоящее и классное, что может сделать меня богатым. Ролик получился очень топовый и вы просто офигеете, что мне удалось найти. Ну а спалерить я конечно же не буду, потому что вы все сами увидите в видеоролике. Но я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда абсолютно в каждом видеоролике разыгрываю по 2000 маджасти коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайды и фкарт на маджасти крп и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину вип. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой слэшпромомосквин. Ну а я буду начинать, летс го! Ну что ребят, я уже получается нахожусь на своем первом основном сервере и очень надеюсь, что в сегодняшнем ролике я залутаю что-то очень стоящее в данных мусорках, которые мы будем соответственно сейчас искать. Ну а быстро ориентироваться по мусоркам мне поможет данная карта, на которой отмечены точками абсолютно все мусорки, которые есть на маджастике. Так что сегодня я буду их искать довольно таки быстро. Ну а я предлагаю не томить, полетели на наши первые мусорки, летс го! Ну а первая мусорка, которую мы посмотрим, находится за первыми апартаментами. Приезжайте сюда, заезжайте во двор, собственно за апартаменты, как я вам и сказал, и тут нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте посмотрим ее. И к сожалению в ней ничего не оказалось. Также ребят, если вы тоже будете искать мусорки, не забывайте надевать маску, потому что с ней вы будете заражаться куда меньше, нежели без нее. Следующие мусорки, которые мы будем смотреть, находятся на Вайнвуде. Они тут получается по кругу, поэтому сейчас мы все объедем и посмотрим, что нам выпадет. Надеюсь на это, конечно, что выпадет. Ну да ладно, короче, погнали. Так, смотрим первую мусорку. Тут у нас какой-то жилой дом, тачки стоят, наверняка эту мусорку чекали, но... Ну да, как и оказалось, она пустая, поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится прямо вот тут. Приезжайте сюда. Справа тут мой дом находится на первом сервере. И сразу от моего выезда от дома находится вот такая вот мусорка. Давайте ее посмотрим. Надеюсь, в ней что-то есть. Так, а что я не могу нажать? Почему она не крикабельная? Так, надо вот так вот сделать. И в ней находится удочка. Ну, это вообще полный бред, поэтому погнали дальше. Далее, если вы просто поедете прямо по этой дороге, то наткнетесь на следующую мусорку. Она находится тоже на Вайнвуде по левой стороне. Подъезжайте к ней и давайте ее посмотрим. Так, и в ней находится лопата. Лопата у меня есть, поэтому пошла она, как говорится, нафиг. Далее все так же проезжаем прямо и тут натыкаемся еще на одну мусорку. Давайте ее посмотрим. Также по левой стороне, вот эта вот синяя мусорка, выходим и давайте ее чекнем. Так, опа, она бинокль. Но бинокль мне не нужен, поэтому я его брать, конечно же, не буду. Поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится все так же на Вайнвуде в этом вот месте. Давайте ее посмотрим. Так, выходим из тачки. Так, у нас тут серпантин такой небольшой. И в ней, к сожалению, ничего не оказалось. Окей, погнали дальше. Следующая мусорка находится возле ЛСПДМ. Приезжайте вот сюда и вот заезжайте в этот дворик. Сейчас я вам покажу. Вот в той стороне находится ЛСПДМ. Вон самая главная часть его. И вот тут справа такой мини-дворик. Приезжайте сюда. Зеленая мусорка. Давайте ее чекать, потому что в ней очень часто находится что-то стоящее. Опа-на, как я и говорил, тут очень много вещей. Зачастую бывает. Не всегда, но зачастую. Так что, ремкомплект можно забрать. Я думаю, полезная вещь. Дальше что? Драги нам не нужен. Гитара не нужна. Это что? Пачка сигарет тоже не нужна. Веревка и, соответственно, семена кукурузы. В принципе, ничего такого жесткого нет. Поэтому предлагаю отправляться дальше. Let's go. Следующая мусорка находится рядом с бандой Вагасы. Приезжайте сюда. Вот она по правой части находится. Проезжайте просто-напросто прямо через этот забор. Так врезаетесь в него. И вот это наша зеленая мусорка, которую мы сейчас будем смотреть. Давай. Так. И в ней находится кофта. Получается белая толстовка Diamond. Как я понял, она из казино. Поэтому мы ее просто продадим, скорее всего, на рынке. Если у нас за этот выпуск будет очень много различных вещей. Там футболок и так далее. Потому что они там стоят копейки. Правда, но все равно хоть что-то. Следующая мусорка находится вот прямо тут. Можете ориентироваться по карте. Я, правда, тут ни разу не был. И не знаю, какая мусорка рабочая. Но будем чекать, как есть. Во. Вот первая мусорка. И, к сожалению, в ней ничего не оказалось. Остальные мусорки, как я понял, просто-напросто не рабочие. Следующая мусорка находится, не доезжая до балласов. Приезжаете вот сюда. В той стороне балласы. И тут нас встречает вот такая вот синяя получается мусорка. Также слева у нас сзади, точнее, вот такой вот тупик. Я думаю, все понимаете, что за тупик. Это типа Гроу-стрит. Так, давайте ее чекать. И тут находится, как будто бы шприц выглядит. Но это вейп. К сожалению, не повезло. Поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится практически рядом. Слева от нас все так же балласы. Проезжаете просто-напросто вперед. Можете ориентироваться по мини-карте слева снизу. И тут где-то у нас встречает вот такая вот мусорка. Вроде бы это она. Вот такая вот синяя. Давайте ее чекнем. Так, смотрим. И в ней находится кирка. Ну да. Очень полезный, конечно, предмет. Ой, боже. Ладно, погнали дальше. Следующая мусорка находится все так же рядом с балласами. Приезжаете вот сюда. Поворачиваете налево. Можете также ориентироваться по мини-карте. И вот вроде бы вот эта вот синяя мусорка у нас рабочая. Давайте ее посмотрим. Так. И в ней, к сожалению, ничего не оказалось. Хорошо. Погнали дальше. Следующая мусорка находится возле 8 АЗС. Приезжаете сюда. И тут на углу нас встречают вот такие вот мусорки. И одна из них должна быть рабочая. Давайте посмотрим. Так, подходим. И, к сожалению, опять же таки мы ничего не нашли. Погнали дальше. Кстати, ребят, совет тем, кто очень часто смотрит мусорки. Смотрите их в гетто. Потому что тут всегда очень много различных движух. Предметы выпадают. Либо они выкидываются, либо кого-то убивают. Там оружие, всякая фигня падает очень часто. Поэтому, ребят, совет. Приезжайте сюда и просто лутайте предметы. Ну, а следующая мусорка находится рядом с магазином одежды номер 11. Приезжайте вот сюда. Тут нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте ее смотреть. И в ней, к сожалению, ничего не оказалось. Обидно, конечно. Ну, ладно. Погнали дальше. Следующая распространенная мусорка находится за магазином 24 на 7 номер 1. Это тоже получается гетто считается. Приезжайте вот сюда. Вон слева магазин. А если мы заедем за него. Вот такой вот дворик. Я думаю, вы поняли, что за дворик. У нас есть такая вот синяя мусорка. Давайте ее смотреть. Очень часто в ней находится очень много различных вещей. Но, к сожалению, сейчас не повезло. А я объясню, почему очень часто тут попадаются. Во-первых, тут есть магазин 24 на 7. А из-за того, что это тоже распространенный и один из самых популярных магазинов на Моджестике. Потому что тут, соответственно, гетто и много кто закупается. Там очень много различных вещей выкидываются. И поэтому вы их можете, соответственно, там лутать. Следующая мусорка находится возле Визл Ньюс. Приезжайте вот сюда. И тут во дворике нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте ее посмотрим. Так, подбегаем. Опа-на, что так много мешков. Пустые мешки. Сигареты, как я понял. Пачка сигар. Сигары и пустая пачка сигарет. Больше, к сожалению, ничего нету. Поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится вот тут. Можете сюда приезжать и чекать ее. Давайте посмотрим, что в ней находится. Так, тут нас встречает очень много, опять же таки, пустых пачек сигарет. И, как всегда, пустой мешок. Я не понимаю, что мне так сегодня сильно везет. Но это просто капец какой-то. Так, следующая мусорка находится рядом с банком номер один. Приезжайте вот сюда. Вот такой вот красный дворик тут будет. И давайте смотреть эту мусорку. Так, опа-на. Нас встречает очень много различных белого верха, точнее, футболки. Всякие, женское, мужское, мужское. Это мы все, конечно же, забираем. И вейп мы, соответственно, оставляем. Все вот эти вот футболки мы продадим, как я и говорил ранее, на рынке. Поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится возле 11 ЭЗС. Приезжайте вот сюда. Прямо заезжайте к ней. И тут слева у нас такой мини-поворот есть. Давайте выйдем из тачки и пройдемся вон туда. Так, пролезаем через эту фигню. И нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте ее посмотрим. Так, тут нас встречает зажигалка, бинокль и тортик. Конечно, о, пирог точнее. Пирог, конечно же, я заберу себе. А остальное я трогать не буду, потому что не вижу в этом смысла. Окей, ладно, погнали дальше. Следующая мусорка находится возле аренды авто номер 16. Приезжайте сюда. И тут нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте ее посмотрим. Так, тут нас встречает кукуруза, как я понял, бинты. Бинты я заберу. Остальное все мне не нужно. Поэтому погнали дальше. Следующая мусорка находится, как ни странно, на ферме. Приезжайте вот сюда. И тут нас встречает вот такая вот мусорка. Давайте ее посмотрим. Опа-на. Это что, одежда женская? Давайте ее тоже забираем. Продадим, как говорится, на рынке. Кепочка у нас и апельсин. Ну и остальное нам не нужно. Окей. Опять же таки я решил проехаться по Вайнвуду и посмотреть, что находится тут. Потому что прошло достаточно времени, поэтому можно еще раз, как говорится, посмотреть. Так, все так же у нас тут находится лопата и появились шоколадки. Давайте их заберем. Тоже полезная вещь, поэтому пусть, как говорится, будет. Следующая мусорка находится все так же на ЛСПД. Давайте ее посмотрим. Мы ее смотрели, но, как говорится, проверим еще раз. Так, тут прибавились еще предметы. Это штаны. Давайте их заберем. Дальше что у нас? Обувь и маска. Есть черная с черепом, а есть женская. Так, это тоже все забираем. Остальные предметы как лежали, так и остаются. Поэтому погнали дальше. А сейчас я приехал на рынок, дабы продать все ненужные вещи, которые я нашел с мусорок. Подходим к нему. Так, покажите ассортимент. И тут у нас есть скупка вещей. Давайте все будем продавать. Так, у нас тут есть маски. Дальше что? Головной убор у меня, не знаю, есть. Да, есть. Низ продаем. Потом что? Обувь продаем. Аксессуаров у меня нету. Майки у меня тоже нету. Вот верхняя одежда есть. Мы это тоже все продаем. У нас их почему-то очень много. Наручные часы, серьги. У нас этого ничего нету. И в принципе мы по сути все продали. Ну и как бы это смешно не звучало, я сейчас заработал 1150 долларов. На этом конечно же я не остановлюсь, поэтому погнали дальше. Так, следующая мусорка находится возле банка номер 6. Получается приезжаете вот сюда. Это у нас такая вот парковочка. Давайте посмотрим, что в ней находится. Так, у нас ключик. Надеюсь он рабочий. Давайте посмотрим. Так, зачастую тут очень часто находятся различные ключи. Потому что тут находится снизу, как видите, ключик вот этот вот. Сами понимаете, Лосантос Кастомс. Поэтому зачастую они рабочие. Ё-моё, куда я упал? Так, давайте посмотрим. А как я посмотрю-то? Давайте тогда ключик побежим. Быстрее бежим, 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 бежим. Давай, пожалуйста. О, рабочий! Рабочий, рабочий, рабочий. Самое главное, чтобы там что-то было. А где у нас Фера? А где у нас Феррари? А, вот она, красная. Надеюсь, чтобы там что-то было. Пожалуйста. Так, закрываем двери. Давайте посмотрим. Да ё-моё, я не могу открыть. Так, багажник. Есть. Ура. Так, обувь. Обувь Гуччи у нас с летнего пропуска. Тысяч, наверное, двести стоит, наверное. Так, дальше что у нас? О, Пальменджелос за какой-то там стоил, какой-то левел. Гуччи, Гуччи. И патроны. Скромненько, конечно. Но это стоит, я думаю, миллион-полтора, да? Сейчас давайте посмотрим, сколько стоит Пальменджелос. Сколько стоит вот эта вот обувь. Потому что всё остальное очень дешёвое. Так, но кеды стоят около пятиста тысяч. Возможно, даже дешевле. Потому что, сами понимаете, это может объявление быть намного дороже, чем остальные. А вот куртка Пальменджелос стоит от девятиста до миллиона двести. То есть, короче, миллион берём. Потом прибавляем триста тысяч, миллион триста. Там патроны и всякая фигня. Короче, полтора миллиона этот багажник стоит. В принципе, я считаю, неплохая находка у меня получилась. Но так или иначе, все вещи, которые я сейчас нашёл в этом багажнике, я забирать, конечно же, не буду. Ну а если вы смотрели мои предыдущие ролики с мусорками, то знаете, почему я не забираю вещи. Но это логично на самом-то деле. Во-первых, это не мои вещи, поэтому никакого права я их трогать не имею. А во-вторых, мне это не нужно. Потому что у меня хорошее состояние, у меня есть достаточно денег. И в принципе, ну так некрасиво делать, сами понимаете. Поэтому пусть все вещи останутся у этого игрока. Единственное, что у меня останется, так это ключ. Ну а я, сами понимаете, не играю и не катаюсь тем более на чужих тачках. У меня, как говорится, и своих много. Около 30, либо 40. А я на данном этапе буду заканчивать видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. И вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите свои комментарии. Это лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну и конечно же, подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Маджастик Коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю! И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне его вконтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи. И пока.